Здравствуйте коллеги! За последнее время все чаще и чаще получаю вопрос от коллег, как скопировать новый ЭЦП в реестр, чтобы жить как раньше. Причем данные вопросы порой сдают коллеги значительно опытнее меня. И чтобы не объяснять каждому, я решил записать видеоурок на эту тему. Поехали! Сегодня мы поговорим про способ копирования неэкспортируемого контейнера с рутокен в реестр. Данный способ сэкономит вам уйму времени и нервов. Сразу скажу, способ не новый, придумал его не я, но как выяснилось, почему-то о нем знают немногие. Те, кто уже работал с ЭЦП, прекрасно знают, что с 1 июля 2021 года получить квалифицированный сертификат проверки ключа электронной подписи можно в удостоверяющем центре ФНС. Это относится к юридическим лицам, имеющим право действовать без доверенности от имени организации, индивидуальным предпринимателям и нотариусу. Данная услуга бесплатна и выдаются сугубо в территориальных налоговых органов, то есть в местной налоговой. Согласно официальной инструкции, пришедший должен иметь при себе паспорт, снилс и токен, необходимый для записи квалифицированного сертификата и подписи. Кажется, что может быть не так. Получение стало налоговой, да еще и бесплатно. Но увы, в связи с этим появился один важный нюанс. Дело в том, что ФНС выдает сертификат электронной подписи контейнеры с неэкспортируемым закрытым ключом. А это значит, что стандартными средствами типа CryptoPro или драйвером RUTOKEN скопировать данный сертификат в реестр или на отдельный носитель у вас не получится. У многих может возникнуть вопрос, а зачем налоговая так делает? Ответ очень прост. Налоговая выпускает такие ключи с целью обезопасить конфиденциальные данные от злоумышленников. Отсюда возникает вопрос, а как быть нам, если в организации по итогу ключ один, а желающих им пользоваться много? Чаще всего в организации ЭЦП используют бухгалтера. И как правило не один конкретный бухгалтер, а сразу несколько бухгалтеров. ЭЦП не менее важна специалисту отдела кадров, так как уже давно все больничные передаются в электронном виде. У вас в компании может быть менеджер по закупкам или тендерам, которому также нужно авторизоваться на электронных площадках под вашей организацией, используя ЭЦП. Ну и на самом деле другим сотрудникам также может понадобиться ЭЦП. К примеру, для входа на сайт МОСРУ или в кабинет налоговый. Конечно, есть вариант с тем, что каждый из данных сотрудников при необходимости использования ЭЦП будет идти к директору, открывать сейф, расписываться за получение ЭЦП, четко обозначать время работы с подписью, затем возвращать этот докен обратно в сейф и снова расписываться. Данный вариант может иметь место быть и даже больше, я скажу это самый правильный вариант, так как электронная подпись это не игрушка и к ней надо относиться со всей серьезностью. Для понимания, электронная подпись имеет все те же привилегии и полномочия, а также ту же ответственность, что обычная подпись выполнена рукой и это надо понимать. Но, к сожалению, данный способ очень неудобен в реальной жизни, так как флешка может быть нужна одновременно нескольким сотрудникам. Сотрудники могут находиться в разных зданиях и даже городах, ну или другие причины. Сразу отвечу на вопрос, который у вас мог возникнуть. Почему не поднять сервер терминалу, подключить туда токен и всем спокойно работать? А ответ прост. ЭЦП не работает по протоколу RDP и воткнутый в сервер токен просто не будет работать. Это сделано в целях безопасности. Опять же, оговорюсь, что если токен подключен напрямую к компьютеру, то его можно пробросить в RDP сессию и он будет работать, но нас такой вариант не устроит. Вспоминаем, что сотрудники могут быть в разных городах. Теперь давайте рассмотрим требования для возможности копирования ЭЦП в реестр. Первое и самое важное требование – это ваш ключ должен быть записан на RUTOKEN LIVE или RUTOKEN S. Ни в коем случае не RUTOKEN 2.0. С RUTOKEN 2.0 программа снятия ограничений на экспорт, к сожалению, не работает. Правда, слышал, что если все-таки ваш ЭЦП записан на RUTOKEN 2.0 и имеет формат контейнера CryptoProSP, а не эсказе RUTOKEN CP2.0, то данный способ тоже подойдет, но сам не проверял. Можете проверить и потом написать в комментариях, работает данный метод или нет. Второе требование – это операционная система Windows 7 и выше. И последнее, третье требование – у вас должна быть под рукой обычная USB флешка, на которую будет скопирован сертификат. Последнее, что хочу рассказать перед демонстрацией – это какое ПО нам понадобится для копирования ЭЦП. Первая программа – это утилита проверки RUTOKEN. Вторая программа – это Certix SCB CONTUR. Старая версия – 1.1.27. Это важно. Почему – поясню позже. И последняя, третья программа – это компонент диагностики приложения CONTUR EXTERN. Данная утилита нужна для корректной работы утилиты проверки RUTOKEN. На этой ноте предлагаю перейти к демонстрации. Подключаем наш токен к компьютеру, запускаем CryptoPro. Давайте убедимся, что стандартный метод копирования ЭЦП в реестр через CryptoPro больше не работает. Для этого переходим во вкладку СЕРВИС и нажимаем кнопку СКОПИРОВАТЬ. Далее выбираем нужный нам сертификат. У меня на токене их два, у вас скорее всего он будет один. И как мы видим, кнопка ОК недоступна, то есть скопировать не выйдет. Закрываем данное окно программы и переходим в папку с нашими программами. Запускаем утилиту проверки RUTOKEN, а именно Token.exe. Как мы видим, программа запустилась, но выдает ошибку. Данная ошибка лечится установкой компонента диагностики приложения CONTUR EXTERN. Давайте его и установим. После установки еще раз запускаем утилиту проверки RUTOKEN. И как мы видим, в этот раз запуск программы прошел успешно. И перед нами список сертификатов на данном токене. Отлично. Подключаем USB флешку к компьютеру, я это сделал заранее. И нажимаем кнопку ЭКСПОРТ и выбираем нашу флешку. Переименовываем сертификат понятным для вас именем. Я обычно называю сертификат дата начала сертификата, собака, дата конца сертификата и название компании, к примеру, рога и копыта. Посмотреть даты сертификата можно через CryptoPro. Вкладка СЕРВИС, посмотреть сертификаты в контейнере. Выбираем наш сертификат и нажимаем ОК. Мы видим даты сертификата. Иногда во время экспорта выскакивает предупреждение о том, что надо остановить выполнение сценария, дабы наш компьютер не завис. Нажимаем нет, не останавливаем. Проверяем, что сертификат скопировался на флешку и закрываем программу. В принципе, на данном этапе у вас уже есть копия вашей ЭЦП, которую вы можете использовать в дальнейшем. Но опять же, передавать флешку туда-сюда не очень удобно. Да и задача у нас стояла скопировать в реестр, а не на флешку. Отлично, давайте это и сделаем. Теперь нам надо запустить утилиту сертификат от SKB-контр. Но перед запуском данной программы обязательно нужно отключить интернет. Поясню зачем. Мы запускаем сертификат старой версии 1.1.27, в которой была возможность делать неэкспортируемый сертификат экспортируемым. В новых версиях программы данный функционал порезали в целях безопасности. Если не отключить интернет, то сертификат автоматически обновится и ничего у вас не получится. Отключаю свой сетевой адаптер, также выдергиваю свой токен из компьютера и запускаю программу. В программе мы видим все сертификаты, которые есть в системе. Находим нужный нам сертификат. Его можно найти по графе носитель. Выбираем тот сертификат, который находится на флешке. Листаем до поля экспорт закрытого ключа. Как мы видим, на нашем сертификате стоит Denyte, то есть запрещено. Ставим курсор на данное поле и зажатой клавишей Shift нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем пункт меню сделать экспортируемым. Видим информационное окно об успешном выполнении операции. Нажимаем ОК. Все, на этом программу Сертикс можно закрывать и включать сетевой адаптер обратно. Отлично, теперь открываем CryptoPro, тот же раздел, сервис, скопировать. И выбираем наш сертификат. И на этот раз мы видим, что кнопка ОК стала доступна. То есть экспорт разрешен. Нажимаем данную кнопку, удаляю слово копия, чтобы не мешало. И нажимаю готово. Далее нас спрашивают, куда мы хотим скопировать наш сертификат. Выбираем реестр и нажимаем ОК. Далее вводим пароль на данный сертификат и нажимаем ОК. Для тех, кто не знает, откроем маленький лайфхак. Пароль можно не вводить, а просто нажать ОК. И сертификат будет без пароля. Коллеги, но дважды обращаю ваше внимание. Это небезопасно. То есть, если кто-то получит данный сертификат, то сможет заходить и подписывать любые документы за вашего гендира или того сотрудника, кому принадлежит данная ЭЦП. Но с другой стороны, если поставить пароль, то вашему сотруднику, будь то бухгалтер или сотрудник кадров, при выполнении любой операции с ЭЦП нужно будет вводить пароль. Либо при первом вводе пароля сотрудник может установить галочку «Сохранить пароль на данном компьютере». В общем, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны удобство, с другой безопасность. Что выбирать и как с этим работать, решать только вам. Видим окно об успешном копировании сертификата в реестр. Нажимаем ОК. Отлично, наш сертификат с закрытым ключом скопирован в реестр. На этом предлагаю данный урок закончить. В следующем видео я расскажу, как экспортировать данный сертификат из реестра в файл и установить на другие компьютеры. Плюс сделаю небольшой обзор программы CryptoPro. Вот такой необычный способ по копированию электронной цифровой подписи на флешку или в реестр компьютера. Однако, не забывайте о безопасности. Не стоит всем подряд копировать ключи в реестр без особой на то необходимости. Если ключом пользуется только один сотрудник, то пускай он будет у него на физическом носителе. Надеемся, что видео вам понравилось. А если вы хотите развиваться в сфере системного администрирования, двигаться по карьерной лестнице с увеличением заработной платы, или сменить род деятельности и превратить ваше хобби в профессию, то добро пожаловать к нам на курс комплексного обучения системному администрированию. Где помимо обучения вы также получаете возможность попасть в закрытое сообщество практикующих сисадминов. Подробности по ссылке в описании к данному видео. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok